Девушки отдыхают Виктор Петрович Абросимов Подавляющее большинство преступников работают на себе Мы можем множество примеров привести по этим вопросам Взять хотя бы всем знакомым телезрителям дело по Волгограду Ведь только с 1982 по 1985 год за счет нарушения технологических норм Были созданы и реализованы излишки на сумму свыше 400 тысяч рублей Ущерб по этому предприятию составил полтора миллиона рублей Ущерб по мясокомбинату этого города составил свыше 5 миллионов рублей Как видите, государственные интересы здесь не просматриваются А просматриваются именно корыстные интересы тех преступников, которые совершали на этих предприятиях Можно привести множество примеров В частности по мясокомбинатам по Токмакскому, Алитузскому, Черновицкому И ряда других Где тоже самое пытались выдать Что мы якобы действовали в интересах государства На самом деле это все они действовали в своих интересах Именно хищение в особо крупных размерах взяточничества Сегодня очень мешает нашей перестройке Скажите, пожалуйста Вот как распространены те преступления, о которых мы сегодня говорим? Хищение в особо крупных размерах взяточничества Очень, к сожалению, еще распространено Можно привести ряд примеров Например, о Марынской области, Туркменской СССР Где преступники за сдачу хлопка государству, за приписки Похитили где-то свыше 10 миллионов рублей Из них 2 миллиона рублей были переданы в виде взяток Лицам, которые способствовали припискам и искажениям других Вы говорите о делах, которые закончены И преступники привлекаются к уголовной ответственности, да? Да А вот нас интересует обязательно вопрос Возмещен ли ущерб? Ущерб по большинству уголовных дел возмещается Например, в Казахстане, не на автотрансе Действовала преступная группа В количестве 45 человек Похищала деньги И из этих похищенных сумм Более 400 тысяч передано Взяток тем лицам, которые покрывали И хищен в особых размерах И здесь, и в других Примерах, которые приводили здесь В подавляющем большинстве Эти деньги изымаются и возвращаются доход государства Я хочу обратить Ваше внимание, товарищи Подводя некоторый итог тому, о чем мы здесь коротко сказали Что, к большому сожалению, и сегодня Те преступления, о которых пойдет речь в фильме Остаются достаточно распространенными И представляют огромную, очень серьезную опасность Для экономической мощи нашего государства Поскольку подрывают, или во всяком случае Направлены на подрыв экономической базы перестройки Которая нуждается в финансовом обеспечении Вот с этим чувством озабоченности Я хотел бы, чтобы вы посмотрели этот фильм Восьми до расстрела То есть, это преступление считается Таким же тяжким, как убийство Но более страшного преступления я просто не вижу Я его знал очень неплохо Вот Но Вот в тот период, допустим Да и сейчас Что он воровал, но я бы не сказал Если бы он был чуточку интеллигентней Может быть, он и не стал бы героем Вашего фильма У него не было все-таки нравственного стержня Вот он Загорался Вот я говорил вам Загорался Вот И приводил пример из кинофильма Волга-Волга Вот там бывало Когда он пытался спасти вот этот Паром Пиджак сбрасывал Но пиджак опять оказывался на нем То ли он создавал образ такого динамичного руководителя То ли на самом деле он был таким Он не был подготовлен к этой работе А его просто вытащили и поставили Понимаете Нужному для него человеку Он и содействовал действительно Выполнению плана Он добывал то, что не могли там другие добыть Его имя, так сказать, произносили с почтением Потому что получали там, положим, прогрессивку люди Орлов не может выступать как В какой-то степени как автономная личность Имеющая свою определенную точку зрения Он обязательно должен быть по чьим-то влияниям Значит, Орлов сам по себе Без Грачкова Какой-либо шаг сделать Или куда-либо поехать Это как слепой без поводыря С детства мечтал Быть летчиком Потом в жизни так получилось, что я Из-за внезапной близорукости после седьмого класса Не смог осуществить свою мечту Дальше жизнь сложилась так, что я Пошел работать После девятого класса Прошел путь От рабочего Технолога Старшего мастера Заместителя начальника отдела снабжения Начальника отдела снабжения До заместителя генерального директора Каволи Бетхилл Так сложилось, что Вот эта Последняя Должность Привела меня в следственный изолятор Судебное заседание продолжается Слово для поддержания государственного объединения Предоставляется младшему советнику юстиции Ивановой Валентине Николаевне Уважаемые члены судебной коллегии В нашей великой многонациональной стране построено развитое социалистическое общество Общество, в котором созданы могучие производительные силы, передовая наука и культура В котором постоянно растет благосостояние народа Общество высокой организованности, идейности, сознательности, трудящихся Общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех Социалистическая собственность является экономической основой нашего государства И посягательство на народное добро подрывает основу нашей государственной мощи К сожалению, отдельно граждан еще очень живуча привычка смотреть на государственное имущество как на свое Именно к таким вот и относятся сидящие сегодня на камне подсудимых Орлов, Грачков, Лобанов, Александрин, Бучельников, Семенов, Зорин и другие Обвиняемые в хищении в особо крупных размерах социалистической собственности Грачкову Орлову было оказано большое доверие по обеспечению жителей Ленинграда товарами бытовой химии Как видно из материалов, рассматриваемого вами тела Грачков и Орлов стали на путь совершения должностных злопотреблений Разрешая вопросы производственной и комической деятельности объединения Путем устройства, неофициальных встреч, банкетов, ресторанов, гостиницей Своих служебных кабинетов или местах с собой Точка отсчета, которую я для себя определил И, так сказать, думаю, что я не ошибусь Именно организация первой встречи с руководством финляндского отделения дороги До этого была беседа у меня с Грачковым Я говорю, все, Олег Леонидович, я не могу обеспечить сегодня Количество вагонов, которые нам необходимы для своевременной отгрузки Мне в состоянии, я делаю все, что положено делать Но это все эффекта никакого практически не дает И гарантии, что завтра у меня не остановится еще производство Я никакой дать не могу Олег Леонидович, вот заявление Ну, я говорю, я не в состоянии решить эти вопросы Он говорит, Владимир Александрович, значит, нам надо Для того, чтобы решать эти вопросы Нам нужно обязательно завести личные отношения С руководством финляндского отделения дороги Давай попробую так, чтобы, вот, значит, пригласить их В ресторан Значит, мы вместе, я поеду с тобой вместе Попробуем завязать их контакты, так сказать, на личной, так сказать, на почве вот личных каких-то услуг Чтобы они могли нам помогать Потому что без этого нам решать невозможно решать вопросы Ведь каждый день в горком не набегаешься Не набегаешься Да и потом, я хочу сказать, что уже до этого было Я ходил уже, в Смольный ходил Тогда Тумасов был Помню, приходил Ну, раз помогли, два, три помогли Вам говорят явно, что, Владимир Александрович, ты не перепутал нас В общем-то, у нас несколько другие вопросы А не только тебе вагоны выбивать Понимаете, вот, то есть, все это мы обсудили И Олег Леонидович мне тогда ясно стал объяснять Как, что и чего Он говорит, ты Как ты вот смотришь сам? Я говорю, ну как? Я готов делать все, что я смогу делать Ну, вот давай так Значит, какие там будут расходы Значит, расходы будем покрывать Значит, для этого у нас есть Определенные, значит, средства какие-то у нас Тогда еще мне толком тогда и не объяснял Ну, имел в виду материальную помощь Имел в виду материальную помощь Он не точен Падение началось горать раньше Месяца три-четыре После того, как мы с ним отработали Он был необычайно со мной откровенен Да вот, говорит, из Москвы Поступил звонок, что я должен встретить одну даму Звонок от Харжиевой Это зам начальника Союза Бетхима Должен встретить даму Устроить ее со всеми удобствами и так далее В общем, сделать ее времяпривождение Самым наилучшим в Ленинграде Чтобы она, в общем-то, впечатлилась от его гостеприимства и так далее Я ему сказал, Владимир Александрович, источник-то откуда? Где вы деньги-то такие возьмете? Неужели вы не даете себе отчета в том, что в конечном счете это приведет к катастрофе? Люди же вас неправильно поймут Уметь и власть над собой Воспользовавшись проявленной Преступной халатностью Брачкова Орлов возговор с должностными лицами многих предприятий, организаций, работниками торговли С июня 80-го года стал систематически совершать хищение готовой продукции объединения В большинстве случаев денежные расчеты работники магазина производили непосредственно с Орловым Передавая ему 60% обученников и Александрин 55% особенности похищенных товаров Из которых Орлов 30-35% лично или через Коншина, Семенова Передавал должностным лицам предприятий, организаций, которые производили фиктивное списание Остальные деньги Орлов использовал на усыновлении деловых отношений С должностными лицами ряда организаций, предприятий, вышестоящих организаций Однако не могу согласиться с доводами Орлова о том, что другого выхода Для решения производственных и коммерческих вопросов объединения Лен-Будхима не было Поскольку решение таким способом производственных вопросов Какими бы деловыми или благими побуждениями оно не основывалось Оно решалось в обход закона Знаете, как рассчитывал? Рассчитывал, во-первых, на то, что заступится Вот Продукт бесхозяйственности Которая имела место и в объединении И в тех, скажем, хозяйственных подразделениях, с которыми мы были связаны И он, вот это море бесхозяйственности, хорошо использовал в личных целях Его обстоятельства вынуждали делать И он делал, собственно, как многие Он только перешел какую-то грань, которую некоторые не перешли и остались, так сказать, в тех же креслах Приезжает Чередниченко Орлов бросает всю работу и докладывает нежечасно Грачкову, как он подготовился к этой акции К приемной акции Грачков должен, если Чередниченко, будучи на ярмарке, я видел, ездил в обычной Волге М24 Справым, скажем, езжат на ВДНХ, где проходил он ярмарк Далеко не каждый может ехать на ВДНХ на Волге Но не больше, у него никакой спецправительственной машины не было Такая, как у всех, даже не Черная Волга У него нет, у него была Серая Волга, товарищи Я помню это, как сейчас, меня это крайне удивило То есть здесь Орлов должен был доставать Ну, вернее, найти Чайку, не меньше Он и воспринимается, вот, как типовой Наш такой хозяйственник Пробивной Толкач Орлов, говорит, хозяин приказал девочками обеспечивать крупного железнодорожного начальника Я спросил, я говорю, а что за начальник? Он, говорит, Огод, крупный начальник Это он, говорит, жену в своем вагоне приехал В своем вагоне, приехал в Ленинград он Жену обратно в этом вагоне отправил Сам остался в гостинице И вот Грачков, как он сказал, говорит, хозяин Приказал обеспечить его девочками Мне это в ужас приводило, потому что я-то часто понимал, что никаких зарплат-то не хватит Можно меня спросить, а ты старых вынес, почему же ты не бил в колоколах? Можно Логичный вопрос, правильно? Все это новое место Орлов, видимо, с такими высокопоставленными товарищами водился железнодорогой Которые имеют и свой вагон, в котором они прибыли сюда И, ну, и которые, так сказать, могли в любой момент где-то нажать кнопку И сказать о том, что обеспечить вагонами столько, сколько нужно Честно говоря, у меня эта идея была Пойти поговорить по душам Ну, что я в конечном счете? Не имею на это права Хотя, в общем-то, в то время врагом могли сказать А вы отдаете себя четко, кем вы говорите и куда вы пришли Сейчас, наверное, гораздо проще Просто не хожу врагом, потому что мне в этом нет необходимости Если я пришел, я разговаривал бы на равных В то время этот разговор на равных мог бы не получиться Свидетель Голосович Васильев Показали, что мне однократно приходилось возить в рестораны Орлова и московское начальство А также развозить их по гостиницам В отдельных случаях с московским начальством был также и врачков Подсудимый Кашкинов и Комшин подтвердили, что по просьбе Орлова На деньги полученные От него заказывали столики в ресторанах Покупали дефицитные продукты С пыльной напитки Оплачивая номера в гостинице При приездах московского начальства В чем вся и беда-то состояла Что вот эти преступления Вот эти преступления Ну и должностные так называемые преступления Они не считались моральными преступлениями Вот в чем вся штука Вот Ну как вам сказать Ведь нельзя показать пальцем Вот этот человек мне сказал, что это можно делать Такого я никого, ни на кого пальцем не могу показать Понимаете? Это Ну вот создалось такое впечатление, вернее мнение что-либо Что человек едет в командировку Я все на свою рельсы перевожу Я не могу перевести в другую Потому что я другого-то не знаю Как следует Ну вот я говорю, что едет человек в командировку Едет к поставщику Он совершенно спокойно знает Что нужно с собой взять там 3-4 килограмма колбасы Или еще что-нибудь там масло Или еще что-то дефицитных продуктов Принести и вручить этому человеку Взамен того, чтобы ему своевременно отгрузили положенное сырье Я не хочу оправдать Да, у нас очень много беспорядков еще Вопросы бесхозяйственности нас мучают Нас, я бы сказал, тянут назад Но ведь и каждый человек должен быть на своем месте С человеком, а тем более он обречен еще властью Понимаете, вся концепция их мировоззрения Была основана на неуважении к нашей системе Для них все казалось, что нужно купить и продать И если ты не своевременно внес Если не своевременно кого-то подкупил Значит ты просто не умеешь работать Вот себе бы я не стал делать этого Для себя Но если мне нужно для того, чтобы мне нужно для... Заасфальтировать Заасфальтировать Что вы делаете? Отдал 500 рублей Отдал 500 рублей Ну, скажете, что это было приятно Конечно, неприятно Но я-то видел, что это необходимо Мы подаем заявки, нам ничего не делают Одна была не фигура совершенная Он то, что Грачков мог ему сказать, то он делал В любых обстоятельствах человек должен иметь какую-то позицию Если его Грачков что-то принуждал делать Он мог всегда отказаться Ведь его насильно никто не принуждал к этому Он терял свое я Терял свое достоинство Он перестал быть мужчиной Генерального директора Он иначе не называл как генерал Если генерал сказал Уже это не подлежало никакой ревизии Ведь если бы мы принципиально, по-настоящему вышли в тот же министерство И сказали, что вот что, поварищи дорогие Работать-то нельзя Сегодня Или вот этот уровень, который вы нам планируете Мы его сегодня не в состоянии сделать Не потому, что мощности наши не позволяют Чисто технологические мощности Технологические мощности позволяли Но мы не в состоянии переварить И обеспечить эти мощности Вы не выходили из этого Вы понимаете, Катя, я выходил Выходил, выходили, говорили Я начальнику главка Вот так говорю, как вам сейчас Я говорю, Виктор Михайлович Мы же сядем в тюрьму Вы это знаете? Ты мне не говорил Я этого не слышал Вообще-то жалко Если вот так Говорить Хотя я и вижу, что он Сам виноват во многом Но Жалко, потому что Этот человек сам в себе не сильный Не сильный Он мог и попасть под влияние Он Не мог И вот оказать такого Вы знаете Сопротивления бойцов Не было в этом В такой ситуации Нужно героем быть, чтобы сопротивлялся Но я не видел Я Саркисова плохо знаю Но вот Саркисов Вот и всей плеядой Этих самых Заместителей Вот Саркисов На меня самое Такое положительное Впечатление Произвел Человека действительно Интеллигентного Такого С позицией Со своей Вот Остальные Просто были Так Он как раз Вот В этой Общей массе И даже Может быть Не самый Злостный И самый опытный Этого нельзя сказать Но во всяком случае Вот Те условия Да Обстановку Его породили Я Орлову Во многом верю Он чувствовал Что его прикроют Что Все это Настолько завязано Этой круговой Порукой Что он Никогда Никто Его не предаст Ибо он За собой Столько потянет Народу Да это Никто Не позволит Делать Товарищи члены Судебной коллегии Перед вами На скамье Подсудимых 21 человек Каждый из них Совершил преступление И каждый должен Понести заслуженное Справедливое Наказание Соразмерной Тяжести Совершенных Преступлений В объеденном Заключении Достаточно Полное И я считаю Объективно И правильно Дана Оценка Побудительных Мотивов Преступных Действий Каждого Из подсудимых Их роль И степень Участия В преступлении Да Орлов Совершил Тягчайшее Преступление Мы не можем Не учитывать И тех условий Которые То есть того Что его Подтолкнуло К преступной Деятельности Не можем Абстрагироваться От того Что его Преступная Деятельность Началась При непосредственном Участии Грачкова С его Согласия И одобрения Я имею ввиду Изъятие Денежных Средств Из фонда Материального Почтения Однако Если говорить Применительно К подсудимому Орлову То совершаемое Им Из Грачков Злоупотребление Подготовили Тот психологический Трамплин С которого Орлов Бесконтрольно Скатился На колею Тягчайшего Преступления Систематического Охищения Государственного Имущества В особо Крупных Размерах За это он Понесет Суровое Наказание Но при этом Товарищи Судим Я считаю Необходимо Учать И то Обстоятельство Что личное Обогащение Для Орлова В отличие От других Подсудимых И счастливых Работников Торговли Не было Не было Его Главной Целью Допрошенные В суде Свидетели Достаточно Наглядно Показали Те трудности Которые Приходилось Преодолевать В работе Орлова И Грачкова Но все Это не может В полной Мере Оправдать Как Орлова Так и Грачкова Грачков По натуре Очень трусливый Человек Но Ему Хотелось Мягко Так сказать Спать И вкусно Есть И он Знал Что Или надо Хорошо Руководить Объединением Чтобы работать В должности Генерального Директора Или как-то Поддерживать Хорошие связи С вышестоящими Сборку Стоящими Организациями И поэтому Когда приезжали Кто-то с главка Это я неоднократно Сам слышал И видел Когда Грачков Сразу говорил Идите к Орлову То есть там На Орлову И выпейте Так сказать Он вас угостит Все что хотите Ну неважно Производство Выполняло План Там маникулатуре Или нет Отдел сбыта Должен обеспечить План поставки Как Только липой Только липой Он и справками В таком случае Но кто на это дело пойдет Может быть и сейчас Такие и найдутся Бог с ними При себе недорога Свобода В конечном счете Недорог парт билетов У меня он слабо К тому времени Около сорока лет Был в кармане Но не мог я поступить Со своей совестью Не мог это Это было мне На их Так сказать Потенциальных возможностей Я не мог На это дело пойти Во всяком случае Следует из этого Что Грачков Фигура колоритная Умевшая давить На подчиненных Грачков Никогда не забывал Своих Так сказать Указаний И сроков В этом смысле Он был руководитель То что надо Диктатор Правда Грачков любил Чинопочитание А Орлов Соминает Рассказ Сехова Толстые и тонкие Он бы не смог К нему обращаться По другому Как к вашим Превосходительствам Даже если тот Прогласил его На чашку чая Нет Ничего подобного Это был для него Фигура необычайная Генерал 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 Вот Я например Читался Видимо В мнении Этого Грачкова Тумак А я его Считал Тумаком Это наверное Было бы очень Просто сказать Что виноват В том Что я здесь Орлов Значит Наверное Орлов Использовал Просто очень Многие обстоятельства Которые В общем-то Где-то И я ему Дал На руки Помнят ли Значит Я вот дал Ему определенные Обстоятельства Которые Он использовал С тем Чтобы Так сказать Вот Привезти Повторяю Там сказать Согласен Любую Нести ответственность Но я Судору Следствию Не согласен Давайте будем Говорить о железной Дороге В своих показаниях Орлов Говорит Что за два года Он истратил Якобы Так сказать Вот Для производственных Целей С целью Получить вагоны 19 тысяч рублей Я не знаю Как на вас Производить 19 тысяч рублей Для меня Эта цифра Очень большая Просто очень большая Я По крайней мере В денежном выражении Вот так сказать В ощущении этих денег Не привык Такими цифрами А переполз Другое дело К вам Поговорим О выпуске Продукции Или еще чего-то Но когда разговор О личных деньгах 19 тысяч рублей Для меня Кажется Очень большими Деньгами Значит Для чего же Пострачены Эти 19 тысяч рублей Это за два года Он подводит итог Значит Объединение Вот В Ленинград В городе Ленинград В черте Пользовалось Железобородным транспортом Наша потребность Потребность Составляла Два вагона в день В сутки вернее Правильная цифра Приближенная Это уже наверняка Три-четыре вагона Вот Но Еще раз повторяю Что и эти Три-четыре вагона Должны как Вагоны разгрузить И загрузить Мы разгрузили Сегодня восемь вагонов А с подборита Но загрузить И готовые продукции Мы не готовы Значит сложности Жизнь дорожники Обязательно Больше того В начале месяца Мы не Если посмотрите Как работает Объединение И так сказать Везде пишут И говорят И действительно Это так В начале месяца Ни шатка Ни валка В конце месяца Надо так сказать Реализацию А по вагонам Она делает Реализацию В основном С 10 по 22 число И в этот момент Продукции есть На заводах И нужны вагоны И по 3 По 4 Вагона В день Было что Одной лакокрасочной Продукцией Когда я работал На лакокрасочном Производстве Начальника производства Это был лучший Правда Дни Когда мы отгружали 3 А было даже 3 с половиной Вагона В день Только одной Лакокрасочной Продукцией Вот это состояние Которое Я испытывал В 80-81 год Ну и вот Начало 82-го года Это состояние Тяжелее Чем То что Я нахожусь В тюрьме Это абсолютно Точно КОНЕЦ Началось с того Что Отбирал Все Что Менее Нужно Или менее Хоть может быть Оно и представляло Какую-то ценность Но Иногда Брал Из дома То Что Моментально Возьмут Что Моментально Можно Вот Подойти К старой книге И моментально Продать Ну Ведь Много Игорь Продавалось У меня много Было И Трайзер И Жульвер Еще Оба Манна Были Я Сработал Приеду Часиков В 10 Заскакиваю К себе В квартиру Себя же Ворую И поехал Такое Было Не то Что У нее На глазах Что На глазах Нельзя Я Внише Восьмой Внише Книжки Простите Что Смеюсь Господи Понял Вся Восьмой 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 Выезжает Яблоко Мы Не знаем Наши Восьмой Конфект Наши Ситуации Уже С Грачком Он здесь ознакомился с заводами и прочим, провел совещание. И потом уже в кабинете, главном моем кабинете, главного инженера, он, Грачков, Козырев и я соблюдались. И я высказал то же самое, что и сказал, хотя я глядял в согласии, но все равно у нас работы не получается, потому что Грачков берет на технические должности кадры, с которыми со мной не советы. И тут же я яблоко сказал, что Грачков руководить объединением не может. Вот так же сидел Грачков рядом, здесь сидел со мной, я вот как вы видите, секретарь по организации. Здесь же я высказал, что Грачков фактически работает, предпочитает работать только с теми людьми, которые воруют. Вы понимаете, то есть я говорю, воровать для себя, совершать преступление во имя себе, только во имя своих личных интересов, Ни Орлов, ни Грачков не собирались, и я, в общем-то, далек от этой мысли, что этим, ну, будем говорить, Грачков. Нет. Эпизод номер 57. Хищение 23 октября 83 года, клеемомент, на сумму 4320 рублей, Орловым, Кадековым, Мазурым, Григорием, по сбору с аспектором Великодворским, Звонкиным, с использованием документов ЛПХО «Возрождение», получение Соколовским взятки, совершение неплоупотребления в служебном положении. Подсудимый Орлов ему признал. Показал, что договоренность на фиктивное списание клеемомент по документам ЛПХО «Возрождение» была с аспектом. На реализацию его в магазине номер 123 с Кадековым. И вот такие слова. Вот теперь перестройка, значит, вот теперь все будет по-другому. Так а что, теперь будет легче работать, что ли? Я, значит, наоборот, считаю, что о том, что, по крайней мере, я слышу, я оторван где-то порядка года от того, что делается там, вот, то, что я слышу, я понимаю, что работать будет тяжелее, а не легче. И те трудности, которых сегодня Орлов, так сказать, ну, призывает влиять всех, чтобы, так сказать, ему было настолько трудно, другому на его месте, которое сейчас окажется, будет труднее намного. В тех условиях, в которых вот работал Лен Батхин, поставь туда еще 10 Орловых, ну, только законными путями, не, это, а законными путями, ничего бы они не смогли сделать. Все эти проблемы и при мне ведь стояли, правда? Тоже сырья, того же не хватало, 80% выделения сырья. Те же вагонов не хватало, я не однажды был. Я на дороге в то время решал проблемы, понимаете, решал. Может быть, я мог убедить людей, что они видели, что от меня ничего не сделали. Парк, мне помочь надо, может быть, так их жалость, я сейчас не могу объяснить, но у меня это дело получалось, иначе бы меня с шесть лет бы не держали на этой работе, правда? Понимаете, я ж не скажу, что виноват Грачков в том, что сижу я. Да я, прежде всего, я виноват. Ни в коем случае я не скажу, что кто-то виноват. Виноват-то я, больше всех, что я не сумел себя и поставить правильно, и противопоставить себя Грачкову. Не сумел этого, понимаете? Орлов, это одно из проявлений Грачковщины. Олег Леонидович Грачков, это страшная личность. Это человек, который своими руками ничего может гадости не делать, но он сделает так, что люди будут делать гадости. И если человек эти гадости не будет делать, он с этим человеком не будет работать. Я назову другого директора, с которым совместно работал Орлов. Возьмите его предыдущую организацию. Значит, он пришел к нам с организацией, с которой он работал. Значит, директор вместе с ним, там, значит, директор доказанного потомка, вместе с ним совершил преступление. Ну, я не знаю, когда он был здесь на суде, он говорит, что все не так и не то, но все не будем говорить юридическим языком, есть решение суда. Начну к вам, пожалуйста, другой директор. Я все же думаю, что у людей есть свой потолок, понимаете, в этом направлении, в работе руководителем. Вот он, когда стигнет своего уровня, своего потолка, дальше ты его не двигай. Подвинешь, только ему самому нанесешь вред. Вот Орлов работал в снабжении, хорошо справлялся, надо было его там оставить. Или перевести сюда тоже на снабжение. Мне надо сказать, что в Орлове не было неуверенности. И вот я почему говорю, что вот некомпетентность, которую вы здесь употребили, слово, оно Корнову не подходит. Любое другое, наверное, может быть, скажем, что у него были видны отрицательные черты, значит, ну, некомпетентным его назвать было нельзя. Он решал вопросы, надо сказать, которые входили в круг его сферы, достаточно оперативные, и нельзя сказать, что некомпетентно. Все достоинства хозяйственника у него были налицо. Вот, хотя эти достоинства сейчас, в общем-то, оборачиваются. Преступление. Почему он говорит, что он не мог решить? Грачков не мог решить, никто не мог решить нормальными путями. Поэтому надо было действовать по ненормальным путям. А что он имеет в виду под этим? Ну, что он говорит, что он все свои деньги, которые он получил от хищения, он потратил на угощение других должностных лиц с целью решения этих производственных трудностей. В эти, ну, я говорю, это можно так сказать заявить. Ну, это ж, надо же вникнуть в эту ситуацию. Так ли это действительно было? Так вот в это никто не хочет вникнуть. Потому что это модно сейчас стало. Показать. Вот как же так, понимаете ли? Не трудовые доходы пошли, понимаете ли, для решения производственных вопросов. Ах, какой же благодетель. Ну, не будь бы Грачкова, не будь бы Грачкова, был бы другой человек к генеральным директорам. Ни он, ни я бы не сидели. Это сто процентов. Знаете, я еще раз говорю, как относиться к показаниям Нарлова? Вот можно, конечно, сказать так. как Владимир Александрович говорит, но Владимир Александрович, это линия. Он и говорит, что материальные помощи стратилось для банкета, для решения производственных вопросов. Все деньги от хищения пошли для решения производственных вопросов. Он залез в долги, 21 тысяча долга у него. Я говорю, это странно, вам надо быть, чтобы такие долги делать. Тоже все испрачено. Деньги от матери, которые, как он говорит, и матери были, тоже испрачены на банкеты. Была у него какая-то, так сказать, сверхъестественная библиотека, которая его наручала всегда, Тоже вся продана ушла, так сказать, на банкеты. И при таком количестве банкетов, чтобы не было никакого ни одного следа, я в такие вещи просто не верю. И после балансовой комиссии пошли отмечать вот эту балансовую комиссию в ресторан «Москва». Не могли эти банкеты происходить в вакууме? Должны же быть свидетели каких-то этих банкетов. Там был главбух, союз Батхима, начальник планового отдела союза Батхима, начальник отдела ТАРы, союз Батхима. Вдруг в коридоре Абрачков меня спрашивает, у тебя есть деньги? Я говорю, ну традиционно 10-15 рублей есть, не считай, так сказать, билет. А он к Магирину повторяет, у тебя есть деньги? Магирина есть. Потом, позднее, в Ленинграде уже когда-то было, Магирина мне говорит, что тебе надо вот 70 рублей за то, что мы там были на это самое. Внести? Внести. Я говорю, недорого ли это? 70 рублей за то, что? Он говорит, а ты, как хочешь сам, так сказать, выкручивайся через вот это самое. Кого, выпиши, кого-то другого поставь, но 70 рублей тебе надо внести. А как вы можете? Я внес свои деньги один раз, я внес свои деньги. Суть до философии заключается Орлова в том, что он бедный, маленький, что его обстоятельства заставляли, люди заставляли, и он не мог найти другого выхода, как пойти воровать. Главковские работники никогда этим, вот это самое, такими мероприятиями не брескали. Сами они ни копейки не носили, должны были платить за них другие люди. У Орлова была же немаленькая зарплата. Скажем, если он говорит, что это сказать, вот я тоже участвовал в банкетах. Значит, зарплата, которая дана государством Орлову, скажем, вот Грачкову, как генеральному директору, вполне позволяла, вполне позволяла с кем-то выпить бутылку водки или бутылку паника. Встречали и Грачков, или Грачков вместе с Орловым. По своей инициативе Орлов не мог встречать руководителей Союза Батхима. Свидетель Воронов показал, что Грачков в присутствии в Вознесенской обязал его оказывать содействие в сборе материальной помощи. Сумму материальной помощи определял сам Грачков. Вознесенская по поводу матпомощи обращалась обычно перед приездом начальства из Москвы. Свидетель Матвеев подтвердила, что заявления об оказании материальной помощи поступали правком с резолюции Грачкова, где была уже определена сумма, подлежащая выдаче в виде материальной помощи. Я считаю, что через пару лет таких преступлений не будет. То есть, таких, как я, судить не будут. Не потому что, а потому что не будет необходимости в этом. То есть, тогда, когда предприятиям дадут права, значит, будут многие вещи разрешены руководителю предприятия без криминала. Я признаю ту халатность, которую я, так сказать, совершил. Я, конечно, наверное, где-то должен был понять этого Орлова. Значит, и, наверное, раньше поставить вопрос об его увольнении. Значит, чего, так сказать, я не сделал. Я поставил вопрос об его увольнении, но это уже было начало 1982 года. Значит, в 1981 году ему, в совместном парткоме, конечно, генеральный директор, объявили выбор, занесели в учетную карточку. И сейчас чуть раньше я ему объявил его выбор, но, может быть, эти решительные меры надо бы взять начать, наверное, раньше. Вот сейчас, так сказать, в процессе уже суда, так сказать, мы уже после с материалами ознакомимся с материалами дела. Значит, я подсчитал все, когда ознакомился со справками, которые есть, что приезжали москвичи. Значит, в среднем сумма расходов 79, 80, 81 части 82 года из расхода на 58 тысяч, там, с хвостиком. Получил я за все махинации, которые участвуют в соучастии, вот в преступлении, значит, там порядке 37 594 рубля. Или там, может быть, даже 38, ну, трудно так сказать. Ну, где-то вот ориентировочная цифра 37 тысяч. Вот никуда она не может уйти из этого. И 58 тысяч расходов из расходована. Вот эти две цифры. Вот расход и вот приход. Вот из этого можно делать вывод. Что осталось лично мне? Что осталось? 58 тысяч из расходована и 37 получена за счет соучастия в преступлениях. Вот вам баланс. 58 тысяч, это с учетом денег, которые пошли от продажи библиотеки, от того, что личные мои вкладывались деньги, вот какие. Вот весь. И плюс, которые еще долги остались. Вот весь баланс. Вот теперь и скажите. Теперь вам все ясно. Я, наверное, неделю за дверь до его ареста, утром попросил меня, говорит, Тимофеевич, дай мне, пожалуйста, твою машину. Я говорю, бери. Орлов несколько шагов, так сказать, отошел от моего стола, подошел к двери, посмотрел на меня, вдруг возвращается и говорит, ну, Тимофеевич, до свидания, прощай. Напоминай меня лёгом. Я ему на это отвечаю, говорю, Владимир Александрович, а ты случай не перепил, что вот такие вещи, говорит, что не поминай лёгом. К этому времени он опять отошел к двери, у двери стоял, смотрел на меня. Он опять вернулся, еще раз говорю, не поминай меня лёгом, резко вернулся и ушел. После этого Орлов не появился на работе ни на следующий день, ни через день. Наш разговор я Грачкову в тот же день не передал, а передал через день. И я говорю, может быть, Олег Леонидович к нему съесть, мало ли, может быть, заболел, так сказать, что с ним. Нет, говорит, не есть, я к нему сам съезжу. С Орловом это часто бывает, говорит, такое, перепьет, у меня три-четыре пьет, а потом, говорит, опять придет всегда и будет работать. Сейчас, жалко Орлова, ведь, в жизни человек не видел, понимаете, не видел жизни он и не увидит. Но все-таки какие-то моральные тормоза есть, понимаете, все-таки он не преступник, он же не ум, он хорошо сказал, что вот сам расстрел за убийство, а я же, так сказать, не убийца. Ну, учить все время. Ну, учить все время, потому что, я подчеркиваю, еще, наверное, вы разговариваете с старым солдатом, может быть, поэтому. Ну, нельзя на полубоя оставлять человека, которому грозит смерть. Где-то я чувствовал в общем плане, где-то мороженые нервы стали, я уж не знаю. Но если бы я глубже смог задуматься в существе событий, разобраться в существе событий, и до меня бы тогда дошло о том, что Орлов может погибнуть, я бы не ушел с работы. Вот, говорим, все только вот о деле, о деле. А чем человек-то жив, чем он существует, это упускаемо. Это наши беда всеобщие, между прочим, не только лично, но и я. Вы знаете, я хочу сказать, что человек привыкает к тому состоянию, в котором он находится. Я имею в виду, что вот решение свободы, человек привыкает. Вот я и прихожу в камеру, к себе, когда можно. А в камере у меня фотографии. Жены, внучки, дочери, мамины фотографии, сын. В общем-то, я считаю, что тоже и парню жизнь разбил в какой-то степени. Они дружили с девушкой. В общем-то, у них было уже подано заявление. В августе должна была состояться свадьба в 82-м году. У меня 10-го мая арестовали. У них все расстроилось. Но сейчас, не знаю, что с парнем, как, ничего. Тоже моя вина в этом. Куда ни кинемся, сам виноват во всем. В любом вопросе. Как-то я попросил следователя Сынокосова позвонить матери. Я говорю, знаете, как она себя чувствует. Ну и потом прошло какой-то период времени. Я спросил его при очередном вопросе. Говорю, как? Говорит, Владимир Александрович, знаете, больше не обращайтесь с такой просьбой. Я, говорит, поднял трубку, позвонил, представился. Живый ответ, конечно, только слезы. Вы знаете, я знаю, но так человек уж устроен, что вот тогда, когда потеряешь уже окончательно, вот тогда ты наступаешь. Что вот это вот ты не сделал, это вот ты не сделал, исправить ты уже нельзя. Вот это же самое страшное. Знаете, я тоже всегда считал, что вот это подождет. Ну, мама, это подождет еще. Все это подождет. Даешь, что там говорить. Ближе-то никого уже никогда не было и не будет. Товарищи члены судебной коллегии, прошу признать виновными Орлова Владимира Александровича в совершении преступлений и с учетом содеянного им личности, общественной опасности, обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность и по совокупности совершенных им преступлений окончательную меру наказания, согласно статье 40 УК РССР, определить Орлова 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества без ссылки, с отбытием наказания, в исправительной трудовой колонии усиленного режима. Грачкова Олега Леонидовича в совершении преступлений и с учетом содеянного им личности, общественной опасности, обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность, назначить по совокупности совершенных им преступлений окончательную меру наказания, согласно статье 40 УК РССР, определить Грачкову 7 лет лишения свободы в соответствии со статьей 9, статьи 1, пункта 9 УК РССР об обместе связи с 60-летием образования Союза Советских Социалистических Республик от 27 декабря 1982 года, меру наказания сократить наполовину и определить 3,5 года лишения свободы, с отбытием наказания, в исправительной трудовой колонии усиленного режима с кратискацией имущества. Понимаете, как человек, я, наверное, понимаю, что существует закон, существует статья, и вот то, что сделано, значит, вполне возможно, что пока оно вот и есть, вернее, это соответствует, вот так, как человек. Но когда я говорю сам, и ощущаю, я же знаю, как, во имя чего делалось, для чего это делалось, как это все происходило? Здесь я не могу согласиться с этим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...